МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый курс в эфире Хабар-24. Здравствуйте. Так повелось, что о госзакупках, квази-госкомпании, мы чаще говорим в негативном ключе. Мир госзакупок стал коррупционным клондайком. Мы не раз в течение этих полутора лет говорили на эту тему в наших выпусках. И с этим явлением Хасанжумар Тухаев борется с первого же года своего президентства. На это же направлен новый закон о закупках квази-государственного сектора. Он должен быть принят в рамках текущей сессии парламента. На расширенном заседании правительства я поднимал вопрос обеспечения местного содержания в госзакупках. Факты, когда импортная продукция выдается на закупочных конкурсах за отечественную, все еще нередки. Давайте признаемся в этом. Такая ситуация имеет место из-за недобросовестных поставщиков и тех сотрудников квази-госсектора, которые принимают такую продукцию. И надо признать, что это ощутимая угроза для нашего бизнеса. Она тормозит его развитие. Субъекты квази-госсектора будут нести административную ответственность. Правительству поручено обеспечить жесткий контроль. Предприниматели ожидают быстрого и эффективного разрешения подобных вопросов. Предупредил президент Тукаев. Он также поручил правительству улучшить саму методику определения местного содержания, избавиться от двойственности и различных толкований. И только так можно выстроить правильную промышленную политику, настроить инструменты поддержки, которые должны быть эффективными. Еще один ключевой момент – максимальная прозрачность всех стадий процесса государственных закупок. Недоступность информации о планах и условиях закупок, принятие кулуарных решений – все это должно уйти в прошлое. И я констатирую, что позитивная тенденция в этом очень важном вопросе, в этой очень важной сфере началась. Цифровизация данной сферы позволит быстрее выявлять и отсеивать нелогичные решения, не допускать завышения цен, закупать более качественные товары и услуги. Срочно требуется создать прозрачный механизм разрешения споров, который возникает в случае несогласия участников тендеров с решениями конкурсных комиссий. Эти и другие аспекты должны быть закреплены в законе о закупках квази-государственного сектора. Законопроект внесен в парламент, над ним сейчас ведется работа. Прошу депутатов внимательно его рассмотреть и принять в рамках текущей сессии. Государство – плохой хозяин, поэтому срочно необходимо уменьшить его роль и долю в экономике страны. Казахстан твердо следует курсу на приватизацию государственной собственности. Это еще одна возможность для отечественных предпринимателей и инвесторов. В плане приватизации до 2025 года стоит 700 государственных предприятий, из которых 112 – из структуры самрух-казана этого гигантского неповоротливого квази-государственного холдинга. Смысл приватизации любого предприятия в том, чтобы повысить его эффективность и таким образом увеличить его вклад в национальную экономику. Вот три основных принципа политики приватизации, предлагаемой президентом Тухаевым. Первое. Приватизация должна исключать появление частных монополистов. К сожалению, у нас имеются факты неэффективной приватизации ключевых объектов инфраструктуры. В ходе недавнего заседания правительства я об этом говорил. Нельзя снова допустить подобные факты нерациональной приватизации, которая наносит ущерб экономическим интересам нашего государства. Ответственность за это президент Тухаев возложил на руководство правительства и фонда национального благосостояния самрух-казана. Второй принцип приватизации по-казахстански, или в данном случае цель приватизации, в том, чтобы, наконец, уменьшить нагрузку на бюджет, избавиться, в конце концов, от этого непосильного квази-государственного груза. Этой желанной цели, по идее, и должна способствовать продаже активов холдинга самрух-казана в частные руки. Необходимо, чтобы частник зарабатывал большую часть своей прибыли на рынке через экспорт своих товаров и услуг, а не тянул бюджетные заказы, льготы, гранты и другие преференции. Третье. Приватизация должна иметь конкретную экономическую отдачу. Смысл приватизации любого предприятия заключается в повышении его эффективности, увеличении вклада в национальную экономику. Как обеспечить прозрачность процесса приватизации? На продажу выставляется государственная собственность, поэтому казахстанцы имеют полное право знать все ее условия. Ответственность за прозрачность приватизации, опять же, возложена на правительство и холдинг самрух-казана, что вызывает у экспертов определенную тревогу. Из тени свет перелетая, это все равно, что заново учиться летать. Общественный контроль представляет собой действенный инструмент для проведения на всех уровнях эффективной прозрачной приватизации. Правительству и фонду дано соответствующее поручение. В отношении крупных компаний и фонда большую актуальность приобретает приватизация через так называемую народную IPO. Все граждане нашей страны, желающие эффективно вложить свои сбережения, должны иметь возможность приобрести часть национального богатства. Еще один вопрос, который занимает президент Татухаева. Что делать дальше с квази-государственным холдингом самрух-казана? Часть активов, наконец, продадут частные руки, избавив бюджет от этой вечной нагрузки. Но весь он не уйдет. Самрух-казана по-прежнему наше экономическое все. И у него есть еще шанс оправдать свое название «Фонд национального благосостояния». При всей необходимости диверсификации инвестпортфеля важно, чтобы инвестиции фонда направлялись также в национальную экономику. Поскольку трансформация самрух-казана в инвестиционный холдинг займет некоторое время, поэтому национальную экономику со стороны фонда, естественно, забывать нельзя. Фонд национального благосостояния должен оправдывать свое название, в чем я, конечно, не сомневаюсь. Учитывая огромную значимость фонда для экономики страны, ожидаю дальнейшие последовательные работы по достижению общестрановых государственных приоритетов. Самрух-казана образовался больше 10 лет назад. Это плод слияния холдинга по управлению государственными активами Самрух с фондом национального благосостояния Казна. По образу и подобию этот экономический монстр – полная калька с национального инвестфонда «Тимосек», управляющего частью госактивов Сингапура. Холдинг Самрух еще в 2006 объединил более двух десятков национальных и квази-государственных компаний. Это Казахстан, Тимуржула и Казпочта, Казмунайгаз и Казатомпром, Кигок, Самрухэнерго, Эйрастана и ее дочка Флайарстан. Активы фонда национального благосостояния превышают 74 миллиарда долларов. Число сотрудников с учетом контролируемых компаний – 312 тысяч человек. Холдингизация экономики Казахстана под сенью Самрух-казана – данность привычная. Эксперты, да и сам глава государства, часто упрекают квази-государственную структуру неповоротливости, неэффективности и непрозрачности. Все это звучит, как вы понимаете, в контексте мутных государственных закупок и плодоносящих для кого-то тендеров. Нам нужно понять, каков реальный вклад фонда национального благосостояния в рост благосостояния народа за прошедшие 14 лет с момента создания фонда. Правительство вместе со счетным комитетом в трехмесячный срок должны провести анализ эффективности государственных холдингов и национальных компаний. Этот синхрон еще из первого послания президента Тухаева народу Казахстана. Оно прозвучало осенью 2019-го. Повышение отдачи от квази-государственного сектора – это проблема, которой он занимается с первых месяцев своего президентства. Наши государственные компании превратились в громоздкие конгломераты, это надо признать. Международная конкурентоспособность которых вызывает сомнения. Количество государственных компаний можно и нужно сократить. В собственности у центральных госорганов, акиматов и холдингов все еще находится порядка 7 тысяч национальных объектов. Но уже аксиомой звучит фраза, что государство не самое лучшее хозяйство. В том же сентябрьском послании президент Тухаев поручил правительству составить новый план приватизации государственных активов Казахстана. И вот, наконец, он принят. Как мы уже отметили в начале выпуска, в плане приватизации до 2025 года стоит 700 государственных и квази-государственных предприятий, 112 из которых родом из Самрух-Казна. Как мы видим, президент Тухаев делает все, чтобы наш квази-государственный сектор окончательно не превратился в квази-экономический. И наверняка через сопротивление, которого мы не видим. Это был новый курс. С уважением к вам и с любовью к родине, Аслабек Абдулов. Счастливо.